Пятьдесят седьмая глава книги пророка Исаии Праведник умирает, и никто не принимает этого к сердцу. И мужи благочестивые восхищаются от земли, и никто не помыслит, что праведник восхищается от зла. Он отходит к миру, ходящие прямым путем будут покоиться на ложах своих. Но приблизьтесь сюда вы, сыновья-чародейки, семя-прелюбодея и блудницы. Над кем вы глумитесь? Против кого расширяете рот, высовываете язык? Не дети ли вы преступления, семя лжи, разжигаемые похотью к идолам под каждым ветвистым деревом, Заколающие детей при ручьях между расселенными скал, в гладких камнях ручьев доля твоя? Они, они жребий твой. Им ты делаешь возлияние и приносишь жертвы. Могу ли я быть доволен этим? На высокой и выдающейся горе ты ставишь ложа твое, и туда восходишь приносить жертву. За дверью также и за косяками ставишь памяти твои, ибо, отвратившись от меня, ты обнажаешься и восходишь, распространяешь ложа твое и договариваешься с теми из них, с которыми любишь лежать, высматриваешь место. Ты ходила также к царю с благовонною мастью, и умнажала масти твои, и далеко посылала послов твоих, и унижалась до преисподней. От долгого пути твоего утомлялась, но не говорила, надежда потеряна. Все еще находила живость в руке твоей, и потому не чувствовала ослабления. Кого же ты испугалась и устрашилась, что сделалась неверною, и меня перестала помнить и хранить в твоем сердце? Нет того ли, что я молчал, и притом долго ты перестала бояться меня? Я покажу правду твою и дела твои, и они будут не в пользу тебе. Когда ты будешь вопить, спасет ли тебя сборище твое? Всех их унесет ветер, развеет дуновение, а надеющийся на меня наследует землю и будет владеть святою горою моею. И сказал, — Поднимайтесь, поднимайте, равняйте путь, убирайте преграду с пути народа моего. Ибо так говорит высокий и превознесенный, вечно живущий, святой имя ему. Я живу на высоте небес и во святилище, и также с сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных. Ибо не вечно буду я вести тяжбу и не до конца гневаться, иначе из не может передо мною дух и всякое дыхание мною сотворенное. За грех корыстолюбия его я гневался и поражал его, скрывал лицо и негодовал. Но он, отвратившись, пошел по пути своего сердца. Я видел пути его и исцелю его, и буду водить его и утешать его и сетующих его. Я исполню слово «мир», «мир дальнему и ближнему», — говорит Господь, и исцелю его. А нечестивые, как море взволнованное, которое не может успокоиться, и которого воды выбрасывает ил и грязь. Нет мира нечестивым, говорит Бог мой.